всем всем привет меня зовут иван собственно кто не знает по каким-то причинам сегодня собственно решили организовать такой небольшой семинар на тему связок укрепления суставов и связок потому что вид спорта у нас травмоопасный само по себе огромное количество травм как самостоятельно получал так и знаю огромное количество людей которые в единоборствах и не только получает эти травмы они всегда были они всегда будут но с ними можно работать их можно лечить их можно предотвращать укреплять и развивать сегодняшнюю тему посвятим в целом поскольку вообще комплекс вообще упражнений статических упражнений на развитие как силы так и в нос силовой выносливости так и собственно говоря восстановление огромный спектр упражнений огромное количество мышц которые можно нужно развивать но сегодня мы остановимся больше на ногах безумно важны ноги как в стойке так и в партере когда мы стоим сопротивляемся и так далее сделаем ряд упражнений на ноги разомнемся на координационной лестнице разомнемся на боссу разомнемся с использованием резинок подключим гири подключим турники будет весело больно интересно надеюсь упражнения помогут то что надеюсь не помогут вам если их использовать грамотно и со знанием определенных моментов ну собственно о них я сегодня расскажу смотрите ребят сейчас по разминке мы сейчас распределимся по залу про пойдем от простого к сложному теории будет немного по сути всю теорию я буду использовать ну как бы показывая упражнение буду рассказывать у кого не будет получаться это нормально собственно говоря обучимся посмотрим как это работает и сделаем правильную вам технику что касается группы хорошо что нас сегодня не слишком много это здорово почему мы сделаем по сути упражнения в парах затронем как статические упражнения так и динамические теорию еще раз повторюсь будет немного и дальше уже будем перетекать в работу окей сейчас расходимся по залу по кругу сделаем ряд упражнений таких с передвижением а потом уже начнем есть ребят смотрите в качестве разминки небезызвестный сергей бондарев который тренер по дзюдо отличное упражнение показывал и здесь и принципе я их и знаю что сейчас мы их и сделаем смотрите в данном случае сейчас будем греть ноги начинаем прыжки на месте стопа на ширине таза ягодицы поджаты просто прыжки на месте есть по моей команде меняем собственно говорят движение меняем упражнения начинаем двигаться вперед-назад с двух ног пересекая условную либо реальную линию короткие движения короткие перепрыгивания стопы шире ноги шире ноги шире есть то же самое право-лево расстояние между ног не меняется есть добавляем руки ноги вместе ноги рост есть начинаем перебегать правая левая правая левая максимально короткие движения вот особенно полезно движение тем у кого болят колени либо стопы потому что мелкая моторика она помогает нам ноги шире помогает развить силу до короче движение короче движение быстрее ребят стоп скрещиваем ноги в одну сторону исходное положение скрещиваем другую сторону поехали да стоп закончили полностью вот небольшой комплекс в начале тренировки погреть ноги перед соревнованиями то же самое можно погреть ноги суставы попрыгать чуть-чуть повысить пульс тем самым да то есть уже прогреть ноги что немаловажно смотрите ребят что касается статических упражнений вообще статические упражнения если исключительно изолированных использовать как правило эти упражнения используются только исключительно эти упражнения используются в реабилитации после травм после операций и так То есть только восстанавливает. Поэтому он как бы рекомендуется и лучше всего развивать статическую, точнее силу мышц, статику. Это развивается с помощью статодинамических упражнений. То есть мы используем статическое напряжение. Собственно, что такое статика? Это когда спортсмен занимает определенное положение, мышца сокращается, не меняя своей длины. То есть человек удерживает, спортсмен удерживает эту мышцу в определенном занятом положении. Собственно говоря, успех и развитие этой силы статической заключается в том, насколько долго можно держать это положение. Понятно, да? То есть зафиксировали. То есть статическое упражнение, как я много читал информации, в основном говорят про планку. Всем понятно, да? Все понимают, что это такое. Но огромное количество упражнений на ноги, на коленные суставы, на локтевые, висы, удержание гири и так далее. То есть там можно использовать спина, пресс, ноги, руки. Собственно говоря, все тело можно использовать. Поэтому само статическое упражнение лучше всего используется с динамикой. Собственно говоря, сейчас мы это будем делать. Сейчас будете занимать в две колонны. Ситуация такая. Работает только одна нога. Занимаем положение. Коленный сустав слегка согнут. Устойчивое положение на стопе. Правая рука впереди. Спина прямая. Ягодица активно здесь напряжена. Мы делаем небольшие перепрыгивания. В одну клеточку зафиксировались. В следующую клеточку фиксируемся. В следующую фиксируемся. Соответственно, так до конца. Смотрите по технике. Подпрыгнуть. Зафиксироваться. Если вас шатает, качает, это нормально так и должно быть. И до конца. Спокойно уходим назад. Соответственно, в шахматном порядке. Либо, если получается, вдвоем умещаетесь. И спокойно в две колонны двигаемся. Это первое упражнение в данном комплексе. Сейчас так называемые латеральные движения, как правило, они делаются вовнутрь. То есть не наружу, а мы делаем вовнутрь. Смотрите, левая нога у меня стоит в клеточке. Я двигаюсь в правую сторону. Принцип точно такой же. Я делаю отпрыгивание и стараюсь удержаться. Максимально мягко старайтесь приземляться и фиксировать ногу. Мышцы должны находиться в напряжении. Как раз таки с напряженного статического положения мы переходим в динамическое. Выталкиваем себя. Мышца у нас сокращается. И вновь пытаемся поймать движение баланса. Усложнение происходит за счет высоты прыжка. Сейчас последнее упражнение на данном разминочном комплексе. Смотрите, также лицом вперед стоим, только сейчас мы уже ускоряем движение. Мы не фиксируем его, а мы подряд прыгаем. Как это выглядит? Левая нога стоит. Исходное положение занимаем. Колено полусогнутое, ручки заряжены, спина прямая. Отсюда движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Исходное положение медленно занимаем. Другая нога. Расходимся. Смотрите, сейчас мы сделаем приблизительно от двух до трех кругов комплекса, направленного на статодинамическую работу. Смотрите, первое задание. На самом деле оно очень интересное. Может кому-то показаться сложным, не знаю. Вариаций много. На самом деле, сейчас расскажу, покажу одну из вариаций, но подскажу, как можно это сделать. Смотрите, мы берем тяжелую гирю, желательно, ну, прям вот тяжелую. То есть, 32 килограмма, 20 килограмм там, да, для девочек и так далее. То есть, не 5, 10, 15, а значительно больше. Но, опять же, нужно смотреть по своим коленям, нужно смотреть по своим травам. Если больно, значит снижаем вес до того, чтобы нам было комфортно это выполнять. Смотрите, здесь как раз пример очень хорошей статической работы. Положение стоп, слегка разводим стороны носки, 90 градусов занимаем позицию в коленном суставе. Спина прямая, никуда не заваливаемся. Берем гирю и держим в течение 30 секунд. В какой-то момент ноги начинают дрожать, это нормально. Мы стоим, держим, держим, держим. 30 секунд проходит, по моей команде гирьку отбрасываем и начинаем прыгать вперед. 5 прыжков. Еще раз, ребят, заново. Отбрасываем гирю и сразу прыгаем 5 движений вперед. Еще раз, два, три, четыре, пять. Достаточно. Больше не нужно делать. Следующее движение, следующее упражнение. Смотрите, есть два варианта. А, кстати говоря, забыл сказать про гирю. Можно прыгать вперед, можно прыгать на месте наверх, можно прыгать на платформу. То есть вариации разные. В зависимости от ваших возможностей, в зависимости от того, где вы находитесь, в зависимости от того, ну, как вы хотите это сделать. Есть второе движение, второе упражнение. Смотрите, стоя на коленях, также есть два варианта выполнения этого движения. Первый покажу простой, второй усложненный. Первое движение. Мы подшагиваем на одну ногу, на вторую. Занимаем положение 90 градусов и возвращаемся опять сюда же. Тоже прекрасная работа в течение 30 секунд-45 секунд. Статодинамическая работа. Прекрасно укрепляют ноги, связочный аппарат. Второй усложненный вариант. Работа на взрыв. С положения голени на полу. Руками я взрываюсь наверх, встаю в присед и фиксирую себя. Как это выглядит? Сейчас в данный момент не получилось. Зафиксироваться. Пять повторений. Усложненный вариант. Либо я запрыгиваю на боссу перевернутую. Это прям вообще сложно. Для кого там? Для меня я пока не делал. Либо можно подложить коврик мягкий. У нас есть небольшое преимущество. У нас татами. Оно мягкое все равно. То есть положение стопа приземляется на пол. Все равно мы не в ботинках, не в кроссовках. Ну там, да, бывает. А именно босиком. Это очень хорошо. Есть. Пять повторений. Третье упражнение. Одна, либо две гири. Сейчас мы сделаем по одной. Здесь не принципиально. Занимаем положение выпада. Давайте вот так покажу. Занимаем положение выпада. Еще раз. Одна, либо две гири. Акцент делаю на правую ногу. Левая просто в упоре стоит. Я начинаю не до конца разгибаясь. Не до конца сгибая ногу. 15 повторений. Это третье упражнение. Четвертое упражнение. У нас будет турецкий подъем. Турецкое приседание, по-моему, называется правильно. Гири будут подойти поближе, потому что здесь техника нужна. Техника важна. Смотрите. Занимаем положение лежа. Это очень хорошее упражнение, особенно когда при вставании с партера и так далее. То есть беру гирю, либо гантель. В данном случае 8 килограмм. Можно, ну, чем больше вес, тем сложнее. Смотрите. Толкаю гирю наверх. Включаю мышцы пресса и встаю на свободную левую руку. Глазами провожаю гирю. Все время концентрируюсь на ней. Правая нога дальняя у меня встает в упор. Левую ногу я веду под себя, осуществляя техническое вставание. Иду на колено. Здесь я встаю и полностью вырастаю. Все время фиксирую глазами гирю. Опять дальше отматываю назад. Сажусь на колено. Рука. Делаю высит. Сажусь. Чем тяжелее гиря, тем сложнее ее держать. Нога. Корпус. Колено. Рука. Высит. Ложусь. Пять повторений на каждую руку. И последнее у нас движение будет. Это у нас будет вот в этой зоне, вот в этой области. Так раз, два, три. Четыре. И последнее упражнение в течение 37 секунд. Мы висим на турнике в положении 90 градусов. Это не сложно, если вы в это поверите. Почему? Потому что начинают бояться этих цифр, начинают сдаваться. На самом деле нет. Выдержать можно. Это нормально. Статические еще раз все упражнения это разновидности силы. В том числе силу воли. 90 градусов занимаем положение и висим. Все по времени. Много делать не нужно и не обязательно. В данном случае взрывная работа в сочетании со статикой. То есть это максимально полезное упражнение для ног. В данном случае мы еще руки подключили. Вот как раз руки и подъем на треское приседание. Продолжение следует... Смотрите, есть очень хорошая история с использованием, забыл совсем, таких вот резиновых петель. Они бывают разной нагрузки, что очень хорошее. У тебя травма какая была? Крестыны, боковые, чуть-чуть. Менис. Ну, смысл сейчас покажу. То есть в зависимости от травмы. К примеру, у меня была боковая связка надорвана. И у меня колено при травме заваливалось внутрь. То есть у меня нога, связка не держала. То есть я делал движение контролируемое, потом у меня нога провалилась, потому что связка была травмирована. Соответственно, моя задача нужно было сделать так, чтобы резина мне тянула вовнутрь. А я ее должен был намеренно выпрямлять ногу, для того, чтобы укреплять ее. Вот это конкретное упражнение очень хорошо идет вместе с натяжением. То есть, к примеру. Да, он делает все то же самое. Стоп, стоп, приседание. Смотри, колено не выводи. Ногу назад поставь. Еще, 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 еще. Во. Вот я ее тяну. А его задача, соответственно, контролировать стабилизацию этого сустава. Да еще и к тому же приседать в этот момент. Есть, да? Соответственно, натяжение может быть разным. То есть, сейчас резину... Оставьтесь так, подожди. Не больно? Не больно. Смотрите, можно сделать в паре. То есть, я надеваю... Стой. Отхожу. Приседай. Отводи, отводи ее. О. Можно использовать вообще... Приседай, приседай, приседай. Разнонаправленное движение, да? То есть, я его тяну в разные стороны. И в разную сторону он будет это все дело контролировать. Соответственно, эти все манипуляции должны происходить без резких движений. Стоп. Пошло, да? Вот. Поэтому, кто захочет, сейчас можем попробовать. Я могу подержать. Так, ребят, еще раз. Как ощущения? Нормально, да? Больно. Комплекс упражнений небольшой. На самом деле, сколько мы сделали? Пять упражнений. Их значительно много. Этими упражнениями можно жонглировать. Ими можно варьировать веса. Можно добавлять отягощение, резину. На турецких, собственно, приседаниях можно добавлять. И нужно добавлять вес для того, чтобы для большей стабилизации. Это улучшает вашу координацию, улучшает координацию движений. Многие движения, которые мы показали, которые вы сегодня сделали, они часто используются в нашем избранном виде спорта. Соответственно, все вставания, все упирания, вставания по одной ноге, прыжки возможные. Опять же, турецкие приседания, вставания с отягощением с противником. Вес на турнике, собственно говоря, это все развитие сил, это все статика, это разновидности сил, это крайне важно, крайне полезно. То есть, как я уже вначале сказал, да, то есть, вот эти упражнения статические, они исключительно статические, они делаются в реабилитации после травм. В данном случае, кто-то даже с травмой, я, по-моему, надеюсь, ну, по ощущениям, мне кажется, тебе легче стало. То есть, укрепляются ноги, посмотри, естественно, завтра будут болеть ягодицы, квадрицепс, задняя поверхность, возможно, руки, пресс. Это нормально. Это норма, что называется. Это не все, далеко не все упражнения. Это далеко не все комплексы, они различные. Добавляется взрывная сила, добавляется отягощение. Еще раз повторюсь, добавляйте резинки. Можно делать, как в группе. Возможно сделать, кстати говоря, возможно сделать некоторые упражнения, 3, 2, 4 упражнения выбрать, и сделать после тренировки. Это тоже пойдет на пользу. Сильно не переусердствуем. Итак, бонусом. Сейчас попробуем, пройдем по общей физической подготовке. Сейчас продемонстрирую один комплекс, который направлен на поддержание. Если по каким-то причинам вы где-то в поездке не имеете возможности прийти в зал, он отлично помогает поддержать физическую форму. Он направлен на все, включает все группы мышц. И плюс ко всему, не требует каких-то отягощений, хотя с ними тоже можно делать. Режим работы сейчас расскажу. Можно также комплекс выполнять как бы отдельно раз в неделю, два в неделю, три в неделю. То есть это будет прям зависеть от вашего физического состояния. Там вся фишка в отдыхе. Его нужно выдерживать, им нужно пользоваться. Смотрите, у нас, кто захочет попробует, кто не захочет, собственно, тоже попробует. У нас сейчас будет ряд упражнений. Количество движений по 10 в каждом упражнении. Упражнения, собственно, они простые. У нас начинаем мы с 10 отжиманий. Классические, обычные отжимания. Сделали 10, сразу идут выпрыгивания. 10 выпрыгиваний. Сделали. Далее идет гиперэкстензия, а не гиперэкстензия, а так называемое упражнение гудмонингом. Либо с отягощением, если нету, ничего страшного, можно и делать и без веса. Хотя лучше всего делать, конечно, с весом. То есть я делаю наклоны вперед-назад. Также 10 раз. С гирей будет вообще прям очень идеально. 10 повторений сделали. 10 пресс. И 10 турник. В данном случае показывать не буду, да, то есть на турнике совершенно классические, обычные подтягивания. Можно рывками. Это первый раунд. После каждого раунда минута отдыха. И теперь самое интересное. После четвертого раунда мы делаем 4-7 минут отдыха. 7 минут отдохнули. Опять вот эти 5 упражнений по 10 раз прогнали. 7 минут отдохнули. 10 минут отдохнули. И так до 7 раундов. Сама тренировка у нас будет, как бы получается, от 30 до 55 минут. В зависимости от того, как быстро вы будете это делать и как долго вы будете отдыхать. В целом 30, 35, 45, 50, 55 минут это делается. Комплекс крутой, комплекс хороший. Чем можно заменить подтягивания? Подтягивания. Слушай, можно заменить теми же отжиманиями, возможно, с хлопками. То есть рывковое какое-то движение, рывковое. То есть отжался классический, заключительным движением отожмись с хлопками. Хлопки, собственно говоря, опять же, бывают разные. Можно прыгать просто вот здесь вот, да? Усложненный вариант по груди. Еще усложненный вариант, кто знает вот эти вот истории. Ну, как бы... Как вариант. То есть по факту то же самое. Можно жонглировать упражнениями. Где-то нет у вас турника, можно заменить чем-то. Нет у вас движения, опять же, гири, наклон. Сделайте лодочку. К примеру, кстати говоря, подтягивания на турнике, но без турника. Вот то же самое, упражнение на спину, на осанку. Есть. Да. Пробуем. Что касается вот отдыха. Почему вот не думайте, что после четвертого раунда отдых в 7-10 секунд это слишком много, и вы остынете. На самом деле нет. Нормализуется пульс, вы не остываете. И на самом деле после 4-7 минут отдыха, когда вы начнете делать вот следующий круг, пятый, у вас, в общем, там по ощущениям, по ощущениям, у вас будет полно сил. И это круто. То есть вы можете в одном режиме выполнять все 7 раундов заявленных. А не гнать себя под пульс 180-200, умирать, но доделывать. Этого не обязательно делать. При таком режиме работы идет именно развитие физических качеств. Хорошее, качественное развитие. Вам комфортно. Сердце не встанет, что называется. То есть сердце работает в нормальном режиме. Есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова